большой большой привет вам дорогие мои подписчики и дорогие гости моего канала мне очень приятно что вы сегодня смотрите меня нашли это время с вами Людмила Батакова и сегодня я хочу с вами поговорить на тему того как пережить праздники время грядет очень интересно и волшебно это Новый год это Рождество это застолья это вечеринки это много еды это эмоции это хлопоты в общем все то что может дать сбой в нашем организме и конечно нет такой пилюли которая бы при всем при этом помогла нам наутро выглядит фантастическими если вечером мы много ели много пили алкоголь или просто много пили и эмоции которые мы получаем в эти вечера в эти вечера с семью или где-то еще в компании конечно нет такой пилюли нет такой таблетки но есть то некоторые технологии которые помогут вам во всяком случае чувствовать себя гораздо лучше почему я так уверенно об этом говорю вы знаете что я не врач не нутрициолог не специалист по питанию то есть они дипломированный специалист но но силу того что у меня были некоторые проблемы я собирала всю эту информацию компилировала потом применяла на себе на своей семье и сегодня у нас есть такой семейный результат что очень помогает нам те дни когда у нас бывают такие дать рабочие моменты когда нам нужно много работать мало спать и много есть особенно вечерами на банкетах и эта технология очень помогает вот ею я хочу с вами поделиться мы это делаем всей семьей но я буду сейчас рассказывать просто о себе из чего начать как же подготовиться к этим праздником и сделать максимально положительно для своего организма действий первое первое с чего в принципе нужно начинать вообще все свое утро и с этого начинаю я со стакана теплой или даже горячей воды во первых сейчас а зима когда на улице холод нужно много есть горячей пищи так вот стакан 200 миллилитров теплой или горячей воды утром это самое то ну и желудку будет проще ему не нужно будет нагревать эту воду она поступит к нему уже нормальной комфортной температуры и запустят все метаболические процессы отлично шаг 1 пройдет шаг номер два это лимфа дрена то есть лимфа должна ходить регулярно выводить из нас яды и шлаки но происходит состой лимфы в том числе но это связано и с тем что мало двигаемся много работаем значит телу нужно помогать что я утром делаю в тот момент когда чищу зубы я делаю 10 простых упражнений поднимаясь на носочки и становлюсь на пятки ударяя пятками о пол но не так сильно чтобы прям пол содрогался а легонечко чтобы вы почувствовали вот эти вот вибрации тела таким образом очень хорошо запускается процесс лимфодренажный то есть лимфа просыпается тоже начинает работать делать свою работу но конечно не так чтобы вот сто процентов это произошло в этот момент когда вы 10 раз сделали такие упражнения но это все очень помогает организму и это очень нежные такие действия которые не могут повредить конечно если у вас вы знаете есть какие-то противопоказания есть какие-то заболевания которые все о чем я говорю как раз таки могут быть какие-то обострения но я думаю что вы об этом знаете но в принципе да в принципе это очень такие простые на действия перед тем как вы приступите к завтраку к любому вообще приему пищи честно говоря нужно убрать застой желчи желчи нашем организме играет огромную роль в пищеварении нормализация пищеварения при каждом приеме пищи желчный пузырь сокращается и желчи выделяется в сперстную кишку чтобы обработать жиры разбить на крошечные части которые затем всасываются в кишечник когда желчи не выделяется все жиры которые мы поглощаем выходят наружу не расщепляясь и не всасываясь не происходит процесса освобождения организма и для того чтобы убрать этот застой желчи а застой желчи сто процентов почти у всех есть опять же потому что или если вы мало двигаетесь и если много сидите за рабочим столом в общем все наши проблемы от малого движения от малой подвижности тела все ну там ну так как мы убираем застой желчи мы перед каждым приемом пищи особенно перед первым приемом пищи оттягиваемся руками высоко-высоко-высоко-высоко-высоко к небу вытягиваемся тело прямо вытянуть и складываемся пополам ну там уж до земли кто дотягивается кто нет здесь не суть важна можно и коленки согнуть если тяжело главное пережать желчный проток чтобы убрать застой желчи если трудно то можно стать в другую позу в такого вот опереться на коленочке и так постоять несколько секунд хотя бы мы обычно делаем несколько раз вытягиваемся в струночку и еще раз наклоняемся и вот так вот стоим в таком положении чтобы убрать застой желчи результаты есть они есть всегда это упражнение нам очень нравится конечно когда вы находитесь где-то на званом вечере в красивом платье в прическе а так просто не встанешь за столом и не потянешься да то есть ну как это знаете странно это будет выглядеть но можно выйти в туалет припудрить носик и там сделать это упражнение но хотя бы 15 секунд вот постоять на таких вот в таком положении вот но знаете как я выходила в таких ситуациях когда но не выйти я что-то роняла вот то что ручка или и ну еще что то в общем роняла на пол и вставала в ту позу для того чтобы поискать найти то что я уронила очень как раз таки похоже на то самое упражнение для того чтобы убрать застой желчи но наши люди всегда найдут выход из любого положения и так это в ритуале в нашем номер 3 номер 4 это вы правильный завтрак а я сейчас не буду о нем говорить я дам вам ссылочку на видео и внизу напишу просто рецепт того что мы едим на завтрак на завтраке мы едим практически всегда одно и то же я вам его покажу обязательно но в моем видео где я рассказывала о правильном питании где как раз я говорила что похудела вернее сожгла 6 килограммов жира на правильном питании вот самое важное что мы из всей этой информации выбрали очень важно именно правильный завтрак потому что он как раз таки запускает все процессы метаболические пищеварения вот завтрак это главное это святое потом потом что-то можно особенно в новогодний это день в новогоднюю ночь да вот в этот вечер там невозможно питаться по времени там невозможно съесть все правильно строго правильно да мы все равно нарушим все наши правильные сбалансированные наше питание наши бжу да но завтрак это святое это важно как накануне праздника так и после его окончания на утро отдает настрой организму на правильное функционирование поэтому таких в моих сегодняшних рекомендациях это номер четыре это правильный завтрак но еще одна рекомендация которую тоже выполнить очень просто то есть мы делаем все то что можно сделать не выходя из дома очень быстро это ходьба поскольку когда мы сидим у нас руки шевелятся голова тоже может шевелиться ноги тоже можно болтать на часть наша пятая точка да она вся статичная и что же нужно сделать что тоже нужно расшевеливать очень хорошо помогает спортивная ходьба это когда у тебя голова в принципе и тело верхней части стоит на месте а ноги делают определенные движения кто в школе я думаю учился вы знаете что такое спортивная ходьба кстати очень интересно когда ты уже устал когда нет сил двигаться идешь включаешься там спортивную ходьбу откуда силы появляется удивительно так вот при спортивной ходьбе происходит такие движения как бы восьмерочка вот это вот все наши органы они начинают вот как бы так восьмерочка шевелиться это очень полезно для органа и убирает том числе кстати тоже застой желчи и очень благотворно влияет на организм поэтому старайтесь тоже похаживать периодически в течение дня если вы можете да ну там где вы можете делать если просто делать все то о чем я сейчас сказала вот эти вот четыре несложных шага то что будет а будет как писал александр сергеевич пушкин блажен лишь тут кто поутру имеет стул без принуждения тому и пища по нутру и все доступны наслаждения вот так каждый раз будет с вами происходить несмотря на то что вы и мало спали много ели веселились и организм главное чтобы он работал как часики а чтобы он работал как часики ему нужно помогать если вы прямо с сегодняшнего дня начнете пить утром воду делать упражнения по лимфодренажу тела убирать застой желчи и спортивной ходьбой шевелить все свои органы правильно завтракать вы увидите что эффект будет и тогда к моменту праздника встречи нового года встречи рождества и утром когда вы проснетесь не будет тех неприятных ощущений которые обычно бывает тогда когда мы сделали что-то не так много съели мало спали был эмоциональный всплеск который кстати тоже не дает уснуть в общем организм справиться проще не могу сказать что прям станете молодой юной красавицы такого конечно не бывает но то что будет гораздо проще это точно организм надо помогать потому что он у нас молодец он делает все чтобы мы с вами оставались молодыми здоровыми красивыми мы тоже должны в этом принять участие ну что ж я очень рада была с вами сегодня повстречаться и очень рада была с вами поделиться этой информацией мне будет очень приятно если она вам пригодится поэтому делитесь пожалуйста в комментариях своими мнениями как вы что вам помогает справиться с новогодними праздниками и при этом выглядеть хорошо и красиво и чувствовать себя превосходно мы с вами еще встретимся поэтому с новым годом я еще успею вас поздравить но сейчас я очень рада была вас видеть желаю вам всего самого 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 радужного самого светлого самого чистого здоровья вам процветания и благоденствия обязательно дарите миру любовь и мир ответит вам той же энергии но с вами была людмила патакова всем хорошего пока пока а а и и Субтитры создавал DimaTorzok